Программа «Философское мнение» – это интервью с молодыми специалистами из разных областей науки и искусства. С нами интересно. И подписывайтесь на наш канал. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Философское мнение» и его ведущий я, Дмитрий Круглых. А в гостях у нас сегодня Ермолаева Надежда, выпускница юрфака МГУ, адвоката адвокатского бюро Мусаев и партнеры. И поговорим мы о нашумевшем деле, про Ефремова, но мы не будем хайпить на этой теме. Мы поговорим о другой проблеме. Мы поговорим о проблеме вообще профессиональной этики адвоката. То есть соотношение дела и соотношение адвоката. Вот что вы можете в принципе сказать, ну вот сейчас, если просто вкратце охарактеризовать вот эту ситуацию с правовой точки зрения, потому что в новостях, понятное дело, мелькают вот эти всякие цифры от 5 до 12 лет, что Ефремову грозит. Вот на ваш взгляд, с точки зрения адвоката, насколько эти сроки реальны? Эти сроки реальны, они взяты не с потолка. Действительно, санкция, которая предусмотрена, соответствующая деянию, по крайней мере, так как оно представлено в средствах массовой информации, потому что я материалов дела не видела, я не являюсь участником процесса, я могу судить только по заголовкам СМИ и высказывать мнение только по этому вопросу. Естественно, я не буду касаться вопросов виновности или невиновности Ефремова. Санкция, предусмотренная, особенно часть УК, за такое преступление равна от 5 до 12 лет с лишением последующего права, право занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью, но на практике это чаще всего выливается в лишение права управления автомобилем на несколько лет. И, ну вот, понятное дело, что вся общественность хочет там, ну, я не буду говорить за всю общественность, да, но вот те общественные настроения, которые можно прочитать, это по большей части дать максимальный срок. Насколько вообще вероятен вот самый максимальный срок и от чего это будет зависеть? Я не склонна считать, вот исходя из складывающейся судебной практики, что будет максимальный срок вот в пределах санкций, выше 12 лет он точно быть не может, исходя из общих принципов назначения уголовного наказания, но я не думаю, что этот срок будет много меньше. Конечно, все зависит от судейского усмотрения, и суд при назначении наказания будет руководствоваться совестью и законом, но я, то, что я сейчас вижу уже в средствах массовой информации, это достаточно агрессивные призывы к максимальному наказанию Ефремова, к применению на зиму самых жестоких мер реагирования, и я думаю, что суд не сильно снизит наказание, которое будет запрашивать государственные обвинения. Вот здесь очень такой всегда болезненный вопрос. Понятное дело, что нам жалко пострадавшего, ну, в смысле, семью, сейчас, если что, меня здесь можно поправить, так что я не специалист, но, в общем, адвокат потерпевшей стороны, это, понятное дело, то дело, которое будет легко защищаться. С другой же стороны, есть адвокат Ефремова, который попал, ну, достаточно в очень непростую ситуацию. Вот, на ваш взгляд, вот если мы сейчас говорим, ну, я тоже у вас это спрошу, предположим, вот если бы вам позвонили и сказали, вот возьмете ли дело Ефремова, вы взяли или нет? Ну, во-первых, мне, никто, ко мне не обращался, никто за защитой Ефремова. И, в принципе, я хотела бы отметить один момент, что необходимо помнить, что сам факт обращения к адвокату, вот еще адвокат не заключил соглашение, но к нему обратились, и у него уже возникают определенные обязательства перед людьми, которые ищут помощи адвокатской. Отказался он защищать этого человека, не отказался. Это не имеет значения. Сам факт обращения к адвокату должен оставаться в тайне. Никто не может рассказать, что ко мне пришел Бася Путкин, предложил, попросил его защищать, а я сказал, что я не буду этого делать, потому что я высокоморальная личность. Такое, в принципе, не должно происходить в этом мире. И даже неважно, кто звонил, сам человек звонил, или по поручению его звонили там его доверенные лица, родственники, приятели. Это неважно. Факт обращения к адвокату не конфиденциальный. Еще вопрос в том, что я бы, например, не взялась за дело, связанное с ДТП, хотя бы по той простой причине, что среди моих дел, на которых я специализируюсь, ДТП не на первом месте. То есть я просто, я понимаю, что я не владею судебной практикой в таком объеме, чтобы оказать очень квалифицированную помощь. Но, повторюсь, я говорю не о конкретном деле, я говорю, в принципе, о этой категории дел, связанной с нарушением правил дорожного движения. Да, но здесь возникает еще такая тоже очень большая сторона вопроса, этическая и так далее, потому что, возможно, адвокату, понятное дело, не всегда приятно защищать подсудимого. Не всегда приятно. Кстати, здесь очень большое количество, например, американских сериалов. мне сразу приходит на ум, потому что, например, хорошая жена и так далее, где там просто адвокаты, вот если мы говорим о кинотворчестве, где адвокаты, например, говорят следующее, где адвокаты защищают дело, но потом не хотят общаться с человеком, потому что мне кажется, что это в первую очередь профессиональные отношения. Это не категория морали и нравственности. это не категория морали, это именно категория профессиональной этики. Не случайно, мне кажется, что она отделена от общечеловеческой этики, хотя кодекс профессиональной этики адвоката говорит нам о том, что если какой-то вопрос к кодексам профессиональной этики адвоката не урегулирован, то адвокату следует руководство с общечеловеческими представлениями об этике и поступать в соответствии с ними. То есть здесь кодекс в этом отношении перекидывает мостик от профессиональной этики к этике общечеловеческой. Но на мой взгляд, в таких делах, даже когда речь идет о каком-то жутком преступлении, этического вопроса не возникает, потому что адвокат обеспечивает конституционное право каждого человека на получение квалифицированной юридической помощи. То есть первый вопрос – это конституционное право человека на получение квалифицированной помощи. Вопрос в том, смогу ли я оказать такую помощь. Вопрос в том, что смогу ли я защитить права этого человека. Человек имеет право не только на то, чтобы быть оправданным. Это такое расхожее клишированное мнение, что адвокат сейчас обязательно вытащит человека. К вопросу о том, что такое выигранный процесс в уголовном деле. Что, по вашему мнению, например, выиграть дело в уголовном судопроизводстве? Оправдать человека? Да, но тогда мы все неудачники, потому что оправдачных приговоров 0,7% не совсем правильно. Это не всегда так. Мирила успеха в уголовном процессе – это не всегда оправдательный приговор. Очень часто бывает, что да. И очень часто мы действительно боремся за оправдание, потому что обращаются люди, которые не совершали того преступления, в котором их обвиняют. Но часто бывает и совершенно другой вопрос. Например, о юридической квалификации и деянии. О проведении тех или иных экспертиз, которые бы установили обстоятельства, которые повлияют на юридическую квалификацию. Обращение к специалистам узкого профиля – это все этим всем занимается адвокат, который организует сбор доказательств, подтверждающих версию своего доверителя. Такой момент. Еще вот первым я обратила внимание на вопрос о конституционном праве на защиту. И второй момент, который очень важен. Я всегда, ну это не только я, очень многие адвокаты обращают внимание и прямо вот встают на дыбы, когда они слышат слова «клиент». Вот не клиент. По закону этот человек называется доверителем. И в этом ключевой аспект отношений адвоката и подзащитного. Да, вот как вы говорите. Это доверие. Отношения строятся на доверии. Если доверие есть, с этикой все нормально. Если доверия нет, значит есть этическая проблема. Здесь еще будет такой следующий вопрос. То есть журналисты, которые там пишут в заголовке, что 50 адвокатов отказались от Михаила Ефремова. Я так понимаю, что они, скорее всего, просто переверяют эти заголовки, потому что здесь еще другая профессиональная этика журналистов включается. Ну да, конечно, журналисту важно делать кликбейтный заголовок, чтобы вы обязательно прочитали статью под этим заголовком, что же за такие 50 адвокатов. Очень часто это выглядит так. Я, например, знаю историю твоей знакомой, которая просто по дороге куда-то там из туда в СИЗО отвечает на звонок с неизвестного номера. Алло, алло, адвокат такая-то, да. А вы защищаете Ефремова? Нет, не защищаю-то. Флоп, и появляется. А, адвокат такая-то, и отказалась защищать Ефремова. Ну, это же, мягко говоря, передергивание, да? Не совсем правильная позиция. То есть она просто ответила на вопрос, что она не является его представителем некомпетентно никакие вопросы средствам массовой информации комментировать от его имени. Вопрос, а вот 50 адвокатов отказались защищать, мне кажется, что это, конечно, передергивание СМИ, ни о каких 50 адвокатов к 50 адвокатам и не обращались. Я думаю, что родственники Ефремова, по крайней мере, сложно себе представить, обзвонить 50 человек, каждому рассказать свою историю, поведать и выяснить его мнение по поводу возможности заключения соглашения о адвокатской помощи. Я думаю, что это скорее так. А вообще есть, я уже упоминала об этом, что сам факт обращения к адвокату – это тайна. Адвокат, к которому мы обратились, вот, Надежда Викторовна, вы будете защищать этого человека, там, скажите, пожалуйста, вот мы к вам, мы попросили вас. Даже если я откажу защищать этого человека, я никогда не должна говорить об этом кому бы то ни было, что ко мне приходил Иванов, Петров или Сидоров и прощил меня защищать Куткина. Такого не может быть никогда. И это очень большая этическая проблема. И я с прискорбием читаю сейчас новости из нашего профессионального сообщества, когда довольно именитые мои коллеги допускают, к сожалению, такие огрехи, на мой взгляд. Ну, я так понимаю, что они допускают огрехи именно в контексте еще этого обсуждения на СМИ. Возможно. Возможно. В принципе, я, профессиональное наше сообщество тоже, исходя из того, что я там общаюсь со своими коллегами, в большей части, конечно, занимает совершенно однозначную позицию по этому поводу. И мы знаем все положения Кодекса профессиональной медики адвоката, и мы говорим о том, что невозможно лично обсуждать, кто обратился к кому за оказание имеющихся помощи. Также мы вот всех адвокатов, которых я знаю, ну, не всех, но очень многих, их просто нервирует вот та шумиха, которая возникла вокруг дела. Мы просто понимаем, насколько нашим коллегам будет тяжело работать вот в этом инфляционном шуме. Казнить, линчевать, то, все, 25-е. Речь сейчас не об этом. Я могу понять людей, которые, например, не имеют никакого отношения к юриспруденции, они вот начинают выплескивать свой правильный гнев, потому что действительно случилась трагедия, погиб человек, это страшная трагедия. И люди говорят о необходимости жестокого наказания виновного, но они в определенной степени выплескивают свою боль. Может быть, кто-то из них потерял близких в похожей ситуации или был там свидетелем такой ситуации. Все очень тяжело. Или, в принципе, у кого-то родственник, например, злоупотребляет спиртными напитками, и вот у него резкое раздражение возникает вот такого вот, когда первый человек за рульном совершает такие поступки. Но когда я слышу это от профессионалов, от политиков, от юристов, мне кажется, что это очень сложно объяснить простым выплескиванием эмоций. Скорее всего, это попытка присоединиться к потоку вот этого информационного шума и получить свою толику славы, хайпу как угодно говорить. Да, ну вот здесь возникает... Кстати, ну это вот чисто такой теоретический вопрос. Насколько из-за несоблюдения вообще профессионального этического кодекса юристов могут отстранить от практики, от адвокатской практики? Ну, существует дисциплинарное производство по жалобе. Дисциплинарное производство возникает не просто так. Может возникнуть либо дисциплинарное производство по жалобе непосредственно участника процесса, либо по представлению органов прокуратуры, суда или следствия в случае, если будет усмотрено нарушение этических норм ведения адвоката. И тогда уже дисциплинарная комиссия рассматривает вопрос о необходимости о наличии в действиях адвоката признаков проступка вот этого, состава этого проступка дисциплинарного. И после Совета адвокатской палаты субъекта решает вопрос о лишении его статуса или применении иной меры дисциплинарной ответственности. То есть, это может быть и предупреждение, это может быть и выгодно, ну, в общем, разные предусмотрены законы вопроса, как крайняя мера, это лишение статуса адвоката. Ну, в принципе, насколько мне известно, дисциплинарная практика, например, Московская палата, это не такая уж и редкая вещь. А вот здесь еще тогда такой вопрос возникает. То есть, ну, это просто такой личный вопрос интересный, потому что я никогда не интересовался этими проблемами, а состав вот этой вот этической профессиональной комиссии, он большой, небольшой? Дисциплинарная комиссия? Да, 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 дисциплинарная комиссия, и еще, да, здесь возникает такой вопрос, а судьи кто? Судьи над судьями? Это наши коллеги, это члены, это члены адвокатской палаты, назначенные в сформированный, в этот сформированный орган дисциплинарной комиссии. Фактически нас судят наши коллеги. Как правило, конечно, туда впадают наиболее опытные, именитые адвокаты, и те, которые доказали свое поведение с точки зрения адвокатской этики как безупречное. Угу, отлично. Вот, а у меня здесь сразу же возникает тоже такой вопрос, потому что в СМИ прозвучали какие-то фразы, что типа вот давайте, условно говоря, если обращаться к передачам Малахова, там еще какие-то вот эти все передачи подобного рода, вот они там начинают говорить вот о соучастниках якобы этого преступления, вот давайте разберемся там, кто-кто был в машине, кто не был в машине. Вот я просто скажу, что чисто с философской точки зрения, которое к юридической не имеет никакого отношения, что как бы, да, это трагедия, но скорее всего я на это посмотрю, что произошла такая ситуация, при которой человек сел за руль, а там сразу начинают, кто с ним выпивал там и так далее, давайте их тоже линчуем. Почему некоторые адвокаты, они сразу не говорят, что с юридической точки зрения, как мне кажется, еще раз говорю, я философ, с юридической точки зрения, это скорее всего, это неправильно. Точно так же, как я понимаю, что скорее всего, предположим, потому что еще раз говорю, я документов никаких не видел по поводу выписывания штрафов Ефремову от сотрудников службы ДПС, вот, ну, предположим, да, потому что там в СМИ начинают возникать вот эти вот такие фразы, что вот, а вот там и так далее, давайте с ДПСниками тоже разберемся и прочее, прочее, прочее. Я сейчас свой идеологический комментарий потом чуть-чуть попозже дам. У меня вопрос, вот адвокаты в этом случае должны как-то, вот, которые выходят на прямые эфиры, должны ли как-то останавливать этот народный гнев, или это никак не прописано, это только на плече самого человека? Этический кодекс адвоката говорит о том, что он касается только адвокатов. Кодекс профессиональной этики адвоката действует только в отношении адвокатов, исходя из того, что мы приносили присягу, когда мы получали статус адвоката, каждый из нас ходит под присягой. Другие люди не приносили таких присяг. Они не могут все быть обязаны соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и не должны этого делать. Для них есть свобода слова. То есть то, что они говорят, это вопрос в разумности высказываний, вопрос пропорциональности ограничения этих высказываний, если их, например, ограничивают в этом. Но я не думаю, что адвокат хоть один позволит себе кому-то указывать, что ему уговорить и что ему не говорить. Кстати, это к вопросу об извинениях тоже подходит. Потому что, например, в начале нашего разговора вы сказали, вот адвокаты требуют кого-то извиниться. И не совсем. Да, да, да. Это перед началом еще нашего разговора, который, честно, не вошел в эфир. Я просто... А, может быть? Да, да, да. А, да, я сказал... Приоткроем тайну, что мы записываем, понятное дело, после нажатия кнопки, а до этого мы можем обсудить всякие страшные тайны. Вот. И я просто в одном из эфиров увидел, что там начинают говорить, а почему же адвокат не приносит извинения от лица Ефремова. И вот у меня, как у человека просто постороннего, просто складывается такое ощущение, что, ну, для адвоката это просто работа. Ну, во-первых, так. Во-вторых, адвокат действует всегда в интересах своего доверителя. Он не может сам что-то... Вот ему пришло в голову, он сам там пошел, что-то сказал. Никогда не допустимо с точки зрения адвоката публичные высказывания, которые бы расходились с позиции его доверителя. Значит, пока Ефремов не сказал ему, дорогой друг, пойди, пожалуйста, и скажи от моего имени то-то и то-то. И имеет на это право. Это не значит, что кто-то не чувствует вины, или какой-то мук совести, или иных каких-то, да, переживаний, угрызений по поводу этого. Мы не знаем, что происходит в душах других людей. Вопрос в том, что принуждение к извинению это вмешательство в свободу слова. По крайней мере, на такой позиции стоит Верховный суд. Есть давнешнее еще постановление Пленума Верховного суда по делам о защите чести и достоинства. Так вот, в этом постановлении Пленума Верховный суд прописал, что суд, вынося решение по иску о защите чести и достоинства, не может обязать кого-то извиниться. У нас есть некоторые довольно высокопоставленные чиновники, которые постоянно требуют извинений. Но такое невозможно в обществе цивилизованном, Верховный суд об этом пишет. Соответственно, и адвокаты не пойдут на то, чтобы от кого-то просить извинений или самим без согласования приносить извинения. Так невозможно. Более того, адвокат не обязан извиняться за свою профессию. Адвокат не обязан извиняться за то, что он выполняет свой профессиональный долг. Это категорически недопустимо. Он взялся защищать человека, любого человека. Мы сейчас не говорим только про Ефремова. Помимо Ефремова, у нас в России ежедневно совершается много довольно страшных преступлений, которые заставляют волосы шевелиться. Но адвокат не должен извиняться за то, что он пошел защищать того или иного человека, оказывая ему помощь. Во-первых, то, что именно этот человек совершил именно это преступление, еще никто не доказал. Человеку... Ну да, у нас всегда действует презумпция невиновности. Презумпция невиновности, абсолютно. И вот то, что сейчас происходит там со стороны, например, депутатов государственной думы, слышны призывы к наиболее строгому наказанию Ефремова. Насколько мне известно, если пока еще не окончательно изменили Конституцию, решение о виновности человека выносит суд, а не депутаты государственной думы. А я бы, как адвокат, расценила это как вмешательство в правосудие, в отправление правосудия подобные заявления. Дайте спокойно суду и следствию разобраться во всем. если говорить в принципе вот об адвокатской деятельности и этических положениях, мы немножко даже, может быть, уйдем в философскую плоскость, если вот я скажу, что адвокат, он часто как врач, он видит человека в тех личностях, когда общество не видит уже человека. А адвокат видит этого человека. Адвокат разговаривает с ним. Адвокат приходит с ним на свидание в следственной изоляторе, если избрана мера посещения или заключения под стражу. Он общается ежедневно с людьми, и он понимает, что перед ним человек. Что бы он ни совершил, он все равно остается человеком. и это очень важно, видеть человека там, где не всегда его заметно со стороны общества. Еще такой вопрос, то есть я тоже не вникал вот в эти подробности никогда, понятное дело, у меня немножко другая специфика. Это разные кодексы этические для адвокатов и для судей? Или это один? Да, это принципиально разные акты. Вот допустим, предположим, на ваш взгляд, какие самые отличительные черты судейского вот этого кодекса от адвокатского? Ну, здесь это очень сложно сравнивать, это сразу все равно, что сравнивать там, я не знаю, яхту и автомобиль, ну, и то, и другое средство передвижения, но принцип действия совершенно разный. Адвокат, конечно, и судьи, и адвокаты связаны с законом, они связаны в своей деятельности руководством с законом, но поима закона адвокат связан позицией своего доверителя, он действует в интересах своего доверителя, он защищает его права, не может, а судья в данном случае действует по закону и своему внутреннему судейскому убеждению своей судейской совести. Наверное, в этом основное отличие, скажем так, источники, на что мы должны ориентироваться в своей деятельности. А вот если начинают возникать именно этические, не какие-то конфликты, а именно этические конфликты между адвокатом и судьей, как в этом случае, то есть есть ли какие-то, условно говоря, правовые акты, которые регулируют взаимоотношения, ну, если это машины и яхты, допустим, или как в «Алисе в стране чудес», что общего между письменным столом и вороной, если я не ошибаюсь. Вот если вот эти вот две системы, они сталкиваются, есть ли, условно говоря, кодексы, которые именно в этическом плане не вот на законодательном, не на законодательном, уровне, а именно в этическом плане сталкиваются, есть ли документы, которые позволяют разграничить, развести вот в разные стороны? Во-первых, и в отношении адвоката, и в отношении судьи может быть инициировано дисциплинарное производство. Иногда бывает так, что адвокат, усмотрев в действиях судьи, нарушение кодекса судейской этики, обращается в квалификационную коллегию судей и просит привлечь судью дисциплинарной ответственности, там тоже предусмотрена ответственность вплоть до решения статуса судей. Бывает так, что судья выносит в отношении адвоката частное определение, которое направляет в палату и в отношении адвоката уже иницируется дисциплинарное производство, но какого-то акта, который бы существовал между этими профессиями, мы опять же говорим только о кодексе не существует, то есть разбирательство в отношении адвоката будет по кодексу профессиональной этики адвоката, разбирательство в отношении судьи будет по кодексу судейской этики, здесь мы разведены. И судья не будет присутствовать, обычно не присутствует в дисциплинарном производстве адвоката и такого не предусмотрено кодексом. И адвокат не пойдет на заседание квалификационной коллегии судей или еще быть судью. Мне, кстати, в этом плане очень, в плане профессиональной этики всегда нравился Илья Новиков, то есть которого постоянно как такого действительно медийную фигуру постоянно спрашивают о тех или иных делах и он очень так, как мне кажется, он соблюдает все правила, то, что я, по крайней мере, слышал с моей стороны наблюдателя, он соблюдает какую-то этику, потому что он говорит, я не могу комментировать дело, которое ведет другой адвокат, вот, но, и дальше он может сказать свое веское но, либо он на этом обрывается, то есть он говорит так-то и так-то у него там было в нескольких передачах, по-моему, на Эхо Москвы вот эта вот позиция, что я не могу прокомментировать, потому что это может повлечь те или иные последствия. Я так понимаю, что это, в принципе, достаточно правильная позиция адвокатов и вот в этой ситуации просто не вмешиваться в медийную схватку, то есть здесь еще понятное дело, что есть журналисты, которые из по-моему, понятное дело, все-все, и само по себе дело, оно достаточно медийное. совершенно я соглашусь с коллегой Новиком, абсолютно так, и мы в начале нашего разговора я тоже сказала, что я абсолютно не хочу обсуждать вопросы виновности и невиновности и комментируют конкретное обстоятельство дела, потому что я не владею, я обсуждаю то, что там говорится в СМИ, ситуацию, которая раздута средствами массовой информации, и у нас, помните, была реклама такая, иногда лучше жевать, чем говорить. Вот здесь это тоже работает, что адвокат должен понимать, что его слово, оно может быть использовано за или против его доверителя, и, конечно, и его доверителя просто обычного человека, и, конечно, мы исходим из того, что мы не должны навредить, поэтому лучше оставить какие-то комментарии, я могу прокомментировать там общую, например, дисциплинарную практику, я могу прокомментировать кодекс профессиональной этики адвоката, рассказать общие сведения о нем, но я не буду комментировать действия конкретного адвоката, например, по этому кодексу, да, вот это такое недопустимо. я, кроме того, мы еще корпорация, адвокаты это определенная корпоративная такая структура, на адвоката всегда возлагается обязанность не порочить честь, достоинство адвокатуры в целом, профессии, то есть адвокат должен всегда соблюдать достоинство свойственной его профессии, он не может плохо отзываться о своих коллегах, он, там, я не могу, например, сказать, адвокат Петров там такой-то и такой-то, и категорически нет. Даже, даже если адвокат Петров там какой-то, что-то совершил какой-то не очень лицеприятный поступок с точки зрения кодекса профессиональной этики, это не моя работа его осуждать, для этого есть дисциплинарная комиссия, которая вынесет решение, есть ли в его действиях составили лицеприятную проступку, есть ли будет на него жалоба. Мы не можем также указывать, например, публично, что адвокату следовало бы сделать то-то и то-то. Я знаю отличный способ избавить этого человека от уголовной ответственности, но пусть этим заняты другие адвокаты, вот я бы на их месте сделал то-то и то-то. Ну, мне кажется, что это тоже не очень правильно с точки зрения адвокатской этики, поскольку это ставит под сомнение компетентность и квалификацию наших коллег, которые занимаются. Поэтому я совершенно могу понять Илью Новикова, который публично делает вот такие заявления, которые вы сказали, это совершенно соответствует требованиям кодексы. Еще вот здесь такой вопрос, у меня он больше, наверное, как философский такой, больше меня философы интересуют. С одной стороны, вот есть общественное давление, вот мы сказали об этом в самом начале, что адвокатам сложно работать под общественным давлением, но мы знаем по большому количеству дел, когда адвокаты не могут без этого резонанса. То есть когда общественное мнение, оно фактически вытаскивает человека из системы каких-то где-то может быть, то есть мы не говорим конкретно про нашу страну, мы говорим вообще просто про практики, про юридические практики вообще. Когда общественное мнение, оно так или иначе помогает вытащить человека из машины, где-то может быть даже несправедливой машины, потому что понятное дело, что закон и справедливость, но это такие, иногда бывают вообще разные вещи достаточно. и вот как вообще вот в этом случае адвокату работать, то есть каким он должен руководствовать методами и способами, то есть чтобы понять, вот мне сейчас надо обращаться к общественности или общественность наоборот помешает, и может быть вообще надо каждое дело придавать такое общественное огласки. Я сейчас просто понимаю, я понимаю, но здесь очень сложно ответить на этот вопрос абстрактно, потому что исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, вопрос решается индивидуальным обращением к средствам массовой информации, поэтому общего рецепта здесь не существует, идите к средствам массовой информации, будет вам счастье. Это первый момент. А второй вопрос, очень многое зависит от позиции доверителя. Есть достаточно медийные персоны, которые скажут, я не хочу, чтобы, например, мой бракоразводный процесс полоскался в средствах массовой информации. Мы вот с супругом или с супругой расстаемся, у нас там свои вопросы раздела имущества и так далее, пусть профессионалы, юристы, адвокаты этим делом занимаются, но мы не хотим, чтобы это полоскали в СМИ. В таких случаях, если адвокат обратится все-таки и придаст к этому делу огласку, естественно, он разойдется в позиции со своим доверителем. Это очень важно. Поэтому у нас есть два момента. Это наличие конкретных обстоятельств. Как правило, это дела, связанные с произволом со стороны полиции. Не секрет, очень часто бывает так, что полицейские ведут себя недобросовестно. Вот большинство сотрудников полиции, я знаю, недобросовестные, но, к сожалению, есть какой-то процент недобросовестных полицейских, которые очень активны, которые вот это здорово портят репутацию всего полицейского сообщества. Я думаю, что само сообщество тоже заинтересовано в том, чтобы придать огласке вот этот беспредел, который происходит, который творится, и очистит свои ряды от подобных элементов. Как правило, это такие дела. Если вспомнить, например, дело Ивана Голунова, там касался вопрос именно полицейского беспредела. И вот дело Ивана Голунова как раз помогла освободить и дать ему такой шанс именно широкая огласка. А вот здесь тогда другой вопрос возникает. Если начинается конфликт доверителя и адвоката, ну, допустим, адвокат понимает, что самое сейчас классное, это будет привлечь вообще максимум людей к этой проблеме, а доверитель говорит, нет, я этого не хочу. Все. На этом предложение адвоката заканчивается. А если адвокат понимает, что он в этом плане проигрывает дело, следует ли, например, адвокату постараться убедить своего доверителя в том, что ему надо так поступить или нет? Мне кажется, что в данном случае адвокату следует разъяснить правовые последствия того или иного действия и правовые фактические последствия того или иного действия и оставить решение за человеком. Я бы не сказала, что это было бы правоверно навязывать какое-то действие, навязывать какую-то позицию человеку. В конечном счете он должен сам понимать, что от его решения очень многое зависит. Очень часто бывают такие случаи, когда доверитель тебе говорит сразу, ну я не знаю, как поступить, решите вы. Это тоже очень сложная ситуация для адвоката этическая, потому что это такое своеобразное перебрасывание ответственности. Вот вы решите, а если все будет плохо, если что-то не получится, то это же вы решили, это же ваша зона ответственности. Бывают такие вещи. в любом случае мы должны исходить с того, что наши действия производны от воли интереса доверителей. Поэтому только ему и ему решать, принимать окончательное решение по стратегии защиты, по тактике защиты, по тем или иным действиям. Бывают случаи, сейчас я прошу ощущения, бывают случаи, когда у меня нет возможности, например, конфликтироваться с ним, да, вот человек находится, например, под стражей, и я должна что-то сделать вот прямо здесь и сейчас. Тогда, конечно, я принимаю решение, исходя из своего внутреннего убеждения, из понимания обстоятельств дела, понимания его интересов в целом. Бывают и такие случаи, да. Сейчас боюсь наврать, по-моему, это было в Казахстане, очень боюсь наврать, но там была история, когда прокуратура написала ну, да, наверное, можно произнести, да, в эфире, в общем, там адвокат, она подала заявку по поводу смерти девушки, маленькой девочки, вот, и ей прокуратуру ответила в форме следующая уважаемая Пупкин-Залубкин, и при этом они не убрали это, не слышали, нет? то есть адвокат направил запрос, ну, и потом тогда скину, адвокат отправил запрос в прокуратуру, это в Казахстане, по-моему, это было? Красно. Вот, и прокуратура, видимо, то есть она всем вот какую-то вставку вот такую сделала и отослала обратно, и, видимо, здесь забыла удалить. Вот, то есть... Достаточно комичный случай, но, конечно, это лишний раз доказывает, что очень часто мы получаем на наши обращения не ответы по существу, а такие отписки совершенно формальные, где просто копипастом меняется фамилия, имя, адресат, и все. Да, потому что тоже когда-то это прочитал, потом начал смотреть эту вот всю историю, там, ну, она действительно какая-то такая абсолютно, как мне кажется, просто даже не то, что с профессиональной точки зрения, а просто чисто с человеческой, потому что адвокат дает запрос о смерти девочки, ей на это приходит вот такая вот такая фраза. Циничный, да, циничный ответ. Вот. С моей точки зрения это проявление цинизма. Кстати, вот насколько к этим случаям, например, надо привлекать, тоже, если мы говорим про общественное мнение, насколько надо привлекать общественное мнение к дисциплинарным проступкам? Тоже, тоже нет общего рецепта какого-то индивидуальные моменты. Иногда дисциплинарные проступки адвокатов, которые там случаются, они выпячиваются нарочно с тем, чтобы дискредитировать защитника. Даже если потом, например, дисциплинарная комиссия или совет адвокатов палаты не привлекают коллегу к ответственности, но уже общественное мнение сформировано, что адвокат такой, сухой, плохой и нехороший. Бывает так. Бывает, что достаточно серьезные вещи, нарушающие этику адвокатов проходят без внимания средств массовой информации. Так бывает. Очень в последнее время, я не знаю, видели ли вы тоже этот эпизод в средствах массовой информации. В интернете он циркулировал ролик, на котором адвокат, я так понимаю, что это была запись из суда, из зала судебного заседания. Судя по ракурсу съемки, снимали с позиции прокурора, как вот оно расположено, и напротив сидит адвокат, и он рассматривался, я так понимаю, вопрос о применении меропресечения, то есть об аресте или о домашнем аресте, например, о сведущении по странам. И адвокат говорит, ну я не знаю, скроется он, не скроется, вообще не знаю, кто этот человек, значит, начинает говорить какое-то совершенно непонятно. Я, если честно, очень хочу верить в том, что это фейк, в том, что это просто какое-то действие, но говорят, что это совершенно реальный адвокат, и, насколько я тоже могу судить, профессиональное сообщество раскололось, стоит ли обсуждать публично такие вещи. Вот с моей точки зрения, что стоит. Общество имеет право знать, какие адвокаты работают. Оно имеет право знать и о хороших проявлениях, о мужестве адвокатов, которые очень часто рискуют своими жизнями для того, чтобы защитить своих доверителей, и имеет право знать о том, что среди нас, к сожалению, бывают и не совсем добросовестные люди, как и среди любой профессии. В данном случае я не думаю, что я дискредитирую адвокатуру в целом, как антитут. Я говорю о том, что... Но в любом случае, в любой профессии, я считаю, что есть добросовестные профессионалы своего дела, а есть люди, ну, не совсем, которые добросовестно выполняют возложенные на них обязательства. И вот я, например, тоже, когда я просто преподаю профессиональную этику для рекламщиков, в том числе, то есть на многих направлениях, и вот в том числе, то есть... А это очень смешно, ну, профессиональная этика для рекламщиков, это на самом-то деле смешно. Вот, то есть как... Не акселарон? Вот, 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 примерно, да, потому что там и серия, ну, обычный кодекс профессиональной этики, они начинаются с того, что реклама, она должна быть честной, правильной, сделанной, добросовестной и прочее, прочее, и прочее. То есть с учетом, чтобы показать реальное положение дела. про рекламу, когда я знакомый рассказал, который у меня занимается пиаром, она очень долго смеялась, ну, потому что в любом случае этика и реклама это вещи, да, там есть красивый федеральный закон о рекламе, то есть там просто конфетка, я считаю, ну, там есть, конечно, пункты, которые мне, например, не нравятся, которые мне хотелось бы туда добавить, но выглядит очень красиво, то есть так интересно, примечательно, но я понимаю, что это неприменимо же к жизни вообще, ну, то есть это применимо, конечно, то есть там и про антимонопольную службу расписанную и прочее, 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 порядок обращения, с другой же стороны, понятное дело, как это все обходит, то есть как вот эти вот эти этические аспекты, они могут очень легко обходиться или просто не соблюдаться, из-за этого ничего не будет, то есть в любом случае человек остается перед самим собой, когда я говорю, что есть вот какая-то этика, я студентам всегда говорю, что есть с одной стороны Аристотель, условно говоря, есть Канта, да, с категорическим оперативом, а с другой стороны есть Ницша, и это все этика, ну то есть какого-то однозначного ответа никогда не было, нет и не будет, то есть нет вот такого общего правила, по которым бы все люди поступали очень круто, ну это просто невозможно, и вот то, что вы в этом плане, я думаю, что, как мне кажется, мы сегодня вот раскрыли немножко адвокатскую работу через призму того, что случилось, ну под другим углом, то есть вот постарались это представить. вот, а вы, да, то есть мы благодарим нашего гостя Ермолаеву Надежду, надеемся увидеть, и кстати, обязательно следите, будет ролик, где она будет рассказывать про изменения поправок в Конституцию, он будет следующим, а вы не забывайте, дорогие зрители, подписываться на наш канал, ставить лайки, потому что нам это очень важно, и до новых встреч, увидимся на нашем канале. Спасибо.